Здравствуйте, меня зовут Самойл Федор Николаевич, я на протяжении многих лет являюсь членом сборной России. Меня зовут Горский Даниил Давидович, я всего лишь в прошлом году стал членом сборной России. Сегодня мы хотим прийти к пониманию того, как чувствовать себя комфортно в клинче, что можно сделать с оппонентом и при этом не убить себя самого. Уже было проведено два небольших семинара нашими товарищами Алексеем Найдеровым и Максимом Юным на тему ударной техники. У них вачным остается только тема перехода от ударной техники непосредственно к ближнему бою и к борьбе. Поэтому смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Ваня, я студент. Учусь в Институте кино и телевидения на продюсера. Да ты не переигрываешь, послал все. Я вообще... Ты почувствуй об этом сейчас, будем с Ваней делать. Меня зовут Ваня, я студент. Я сюда пришел, чтобы побеждать и учиться побеждать с помощью оружия холодного. Ну, в смысле, типа учебного. Спорт в моей жизни не играет никакую роль практически на данный момент. Я думаю, что агрессия, конечно, это естественно, но убийство людей, возможно, желание убивать людей тоже естественно. Хотя нет, наверное, нет. Ну, короче, убивать людей это не круто. Тут, понимаете, как бы дело именно в атмосфере. Это же так романтично. Рыцарские бои на мечах, блин. Дань уважения предкам и всей культуре человечества. Это боксерский таймер. Мы занимаемся по таймингу. Уважайте себя, обязательно разогревайтесь. Ваня халктуриц. Ну, потому что делает упражнение не энергично, как бы, не вкладывается. Нужно просто поймать темп. Я чувствую себя не то что рыцарем, я себя чувствую викингом, к тому же в меру размятым. Для чего нужно разогреваться? Для того, чтобы в первую очередь травировать самого себя. Когда пришел к нам на тренировку, я бы не сказал, что мы ему сломали ухо, он сам себе сломал ухо, потому что не разогрелся. Я принял к этой отработке, получилось так, что на следующий день как бы ухо отекло, пришлось выкачивать кровь, неприятно. Поэтому обязательно разогреваем ушки. Уши ломаются или уши отрываются? Уши ломаются. Не, ну, можно откусить, мы знаем. Я говорю, что ты себя очень, как бы, бережешь, а это, на самом деле, приводит больше к травмам, чем к этому. Шлем и меч. Сегодня я иду в Альгалу. Ребята немножко уже подразогрелись и можно, в принципе, приступать к непосредственной части нашего сегодняшнего урока. Это переход от ударной техники к клинчу. Что я имею в виду, когда говорю, переход от ударной техники к клинчу, да, то есть ударная техника, допустим, мы сейчас, на самом деле, имеем в виду удар мечом. От этого расстояния надо прийти вот к этому расстоянию. Мы угрозой удара оружия вводим свой кулачок чуть поперед, между мной и противником, таким образом, чтобы я мог пробить его кулачком в голову. То есть мне надо, так, за счет того, что на мне будет не всечь куча железа, распределить таким образом, чтобы мне было легко перенести свою массу, вместе с массой моего доспеха, в противника, плюс поймать его на подшаге. Поэтому угрозой оружия я заставляю его поставить защиту, домик или что-то типа того выставить. И непосредственно в момент сближения просто выставляю ручку на удар в голову. После удара я позволяю себе проскользнуть ему за голову. Я не заваливаюсь, то есть мой локоточек не проходит за область плеча. Локоточек остается где-то в районе ключицы. Таким образом, я смогу контролировать дистанцию между мной и моим оппонентом. Ручка с мячом сзади закладывается за шлем. Вторая ручка, которая у меня щитовая, в идеале должна лежать сверху. Таким образом, у меня одна рука контролирует расстояние между мной и им. Эту ручку я блокирую ему для того, чтобы он не мог прихватиться за стеночку и устоять на ногах. Все, в принципе, вот после этого входа мы начинаем с ним работать. Это вариант для людей, которые средней комплекции, чуть больше. Для бегунов, допустим, как Максим Юн, это не надо. Он намного больше урона приносит, когда бегает и так далее. Это отдельная тема для разговора. Это подразделение людей на разные группы, в зависимости от их ТТХ и навыков. Какую бы группу надо бы на практике, если бы вы, Иван? Ну, если бы, допустим, была задача совоклады выпускать, я бы сделал зимой человека первого ряда. Используйте, грубо говоря, Ваню в качестве щита. И дальше, когда пока его будут бить, снимать с него людей, которые на него будут налипать. Так, ладно, господа, ну что, перейдем к клинчу. Короче, Ваня, встаешь вот так по спинке к стеночке к кристаллищу. Дальше Даня тебе делает серию, клинчует и прижимает к стеночке. Твоя задача прижаться к кристаллищу и не давать дальше себя жать. Даня, ты встань к стеночке. Человек вот так вот заграбастый снаружи, в доспехе практически невозможно. То есть, представляете, Даня, вот он так себе широкий человек, да? А когда у него доспех, он остается еще шире. Плюс он сильный, то есть, хватает человека под большим рычагом. Это практически сделать нереально. Задача твоя, Ваня, пройти вот сюда, внутрь к нему. Поэтому все твои движения, ты должен оказаться вот здесь, в этом положении. Отсюда же сможешь спокойненько работать, пытаться пробовать что-то сделать. Давай, пробуй. Ваня, маленькая хитрень, знаешь, как это сделать? Если ты будешь бить отсюда, тебе вот так из рук запихивать сюда неудобно. То есть, тебе удобно положение, чтобы у тебя рука была вот так прошла, правильно? Поэтому я говорю, что я угрожаю с этой стороны. Видишь, у меня ручка уже вот здесь. Сюда прошел. Экшен, давайте немножко экшена, немножко кунг-фу. Экшена, к сожалению, особо не получится, потому что клич как бы... Это правда, да. Люди, которые как бы любят ударку, они смотрят, как бы им не нравится, что происходит возня. Как бы это очень специфическое зрелище. То есть, люди, которые разбираются в этом, они могут выцепить очень много интересных моментов для себя. Переходы, захваты, отцепы и так далее. Даже те, кто не разбираются, все смотрели бой Хабиба. Борьба нравится уже многим. Хорошо. Да. К чему это все? Хочу поговорить про анатомию положения. Может быть, интересный момент, как раз то, чего нет, не будет в обычной борьбе. Это наличие второго партнера, вашего товарища, который вам помогает. Это Иван, Иван, ты помогаешь мне, ты моя команда. Задача следующая. Я вошел в нашего оппонента клинчем, да, заклинчевал его. Но он человек здоровый, да. Я как бы не пытался отсюда его оторвать, там что-то еще он еще сопротивляется. Мне удобно схватить ему голову, чтобы не тратить силы его забороть. Один из вариантов захвата головы. Это захват сзади. Подхватил сзади, поддавил немножко и дальше просто вот вниз давишь, человек уже проседает. Это отличный вариант, когда человек вас не видел. Вот человек вас видит, он понимает, где вы находитесь, да. Но можно сделать подобие этого приема, если у меня есть партнер. Что делает партнер? Сейчас мне надо, чтобы он почувствовал себя свободным. Для чего? Для того, чтобы он посмотрел на тебя. Начинаешь его бить. Он понимает, что там что-то происходит, он пытается его посмотреть. Я его чуть отпускаю. В момент, когда он поворачивается в свою сторону, я делаю следующий элемент. Ручку проношу ему за голову сюда. То есть, таким образом, чтобы подбородок, ну или нижняя часть шлема, главное закатывать. Понятно, нет? Дальше. Кулачком веду к макушечке. И вот отсюда человек он забирает, скручивает. Раз. Вот у нас человечечкая голова, да. Вот здесь подбородок, вот затылок. То есть, у нас большой рычаг. Грубо говоря, если я его толкаю назад, он понимает, что происходит. Если я толкаю вперед, то понимает, что происходит. Опять же, если я его буду здесь пытаться просто голову повернуть, как бы, шлем круглый, будет тяжело. Вот прихвати за подбородок, гораздо проще. Ты при этом вторую руку кладешь ему на шею? Кладу ему в равен затылок вторую руку. То есть, получается... Я его не просто поворачиваю голову сюда, скручиваю, да. Я скручиваю голову так, чтобы у него подбородочек идет вверх, немножко вниз, а потом я его закладываю вниз. Там сложная диаметрия. Одну руку на затылок, вторую на подбородок. И пау, так слева направо, и человек падает. Покажи это, Натаня, как ты научился. Прихватил на человек, и вот я его начал подбивать. Ты начинаешь душить, и у него не в тени вы... Тебе... Тяни, тяни, пробуй, пробуй, тяни его. Да, соответственно, я пытаюсь его выцепить в ногу. Вот мы с тобой вдвоем начинаем все двигать. Все, все, все. Особенность в том, что часто второй товарищ просто обеспечивает не помощь, а противодействие. Тянешь соперника в одну сторону, а второй товарищ в другую. Медвежья слуга. Стоп, это классик. О, я понял. Ну, смотрите, короче, будет вариант такой. Мы можем сначала по фону поиграться, я буду атаковать, и вы меня ловите. Заня подсказывает тебе, заходи слева, заходи справа. Если прихватили меня, подащили меня к стеночке. То есть фиксируешь меня, да, я тебе помогаю. Двое на одному вроде бы нечестно, но противник очень внушительный у нас. Какой был вопрос? Ты знаешь, что сейчас будешь делать? Я немножко нервничаю. Короче говоря, главное начать уверенно, потом импровизируем, и вот мой коллега будет подсказывать, что делать, потому что я не помню ничего уже. Ваня, догоняй. Ваня, догоняй. А Юра поймал твоё. Отрывая Юре голову, он отрывает её тебе. Следующий вариант. Давай теперь в пейпер тянут двоих, а я его на тебя загоняю. И после этого я уезжаю на скорую домой. Была ошибка. Когда меня Даня захватил, он подошёл ко мне слишком близко. Чтобы я этого момента ждал. Поэтому я зафиксировал обоих. Надо было подождать, пока Даня меня профиксирует. А так получилось, что оба завязались на мне. Я думаю, нам нужно двигать к старому методу викингов. И съесть немножко мухоморов, потому что страшно. Давайте настоящий бой, настоящая дуэль. Бьются профессионалы один на один. А ты смотришь? Новички смотрят и набираются опыта, а? Нет, так не будет. Кто победитель? Я. Вань, я обратила внимание на то, что ты маленечко ссал бить Юрия, но довольно активно херачил Даниила. В чем разница? Я просто после первых двух раз как-то получил по голове, потом еще мне ногу схватили. Я как-то стал так заводиться немножко, злиться так слегка, чуть-чуть. Насколько важна спортивная злость? Не знаю, не испытываю злости вообще. Если я доживаю до четвертого раунда с Юрой, то я выплевываю легкие. Если вдруг на Ивана, когда он будет идти из института, нападут два ГОПА, будет ли он чувствовать себя более уверенно? Уверенно может быть, но поможет ему это вряд ли. Ха-ха-ха. Первый, первый я, второй. Понимаете, просто в России принято одевать бушлаты, когда приходит зима, потому что зимой может все что угодно произойти. Но, насколько я понимаю, сейчас мы будем одевать Ваню, он уже практически начал одеваться сам. Правда, конечно, одевает заново-наперед. Дальше Ваня попробует пройти разминку, которая у нас происходит по воскресеньям. Для Вани мы сделаем лайтовый вариант. И попробуем поклинчеваться. Может, сегодня поднимаемся клинчем? Крест означает, что я всех по-хо-ра-ни. Эта полоса символизирует, насколько разящие нам будут удары. Справа налево. Медведь, это мой стиль боя. Звериный. Это какого-то команды старые друзья, это не подоспешит. Вот просто, это черт-то дерьмо. Ну, было отстали очень страшно, потому что, когда готовились к войне 80 на 80, но когда я видел стран в глаза противника своего, в таких узких щелочках, Ну, это был явный страх, как бы, я почувствовал себя намного лучше. Так, сейчас мы попробуем провести межшую тренировочку, как мы проводим обычно, раньше проводили. Если Ваня выдержит, как бы, это будет великий подвиг. Ну, и на радость совершим подписчиков, как бы, пофанимся. Правильно? Ваня, просто нападай! Ваня, просто нападай! Плежевание, это прям нелегко дается, но если он в конце хотя бы не заблюет, это уже хорошее. Давай, 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 давай! Там еще куча времени. Дыши спокойно. Атакуй больше, бей не в пал, не в меч и не в щит, бей в меня. Тебе надо попасть в меня, в голову, сюда, сюда, сюда. До меня дотянись. Ты должен в меня же попасть, а не по мечу. Зачем? Я же бью по тебе, зачем ты бежишь по мечу? Поднимай голову, поднимай! Не нагибайся! Поднимайся! Не заморачивайся! Ах ты! Славный бой! Один будет доволен! Нужен воздух! Смотри, как классно Юрий стоит! Можно мне корону, пожалуйста? Подожди, Ваня, тут такая ситуация, что ты, кажется, продул. Но почему на тебе корона? Вот как хотите, так и разгадывайте. Я представлял себя чуваком из средневековья. Вот, и наверное, я бы все-таки в политику прибирался, потому что доспехи, беготня, драки, это все, конечно, очень благородно и романтично, но это блин. Подписывайтесь, ставьте лайк, приходите тенироваться. Вань, а ты можешь, короче, попросить на камеру, чтобы Макс подписался за тебя и навалял Юрию за твое королевство, которое Юрий отобрал? Брат мой, честь наших домов была запятнана позорным поражением. Я прошу тебя во имя доблести и чести, которая сковала нас однажды. Отмести за меня, и да хранит тебя Бог. Слушай, Юр, сорян, сегодня не получится, у меня просто бургашок через 20 минут. А если хотите увидеть наш бой с Максимом, подписывайтесь, ставьте лайк и в следующем выпуске вы это увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok